Слава Богу! Слава Иисусу Христу, Спасителю нашему, Господу! Хвала! Да благословит Тебя Господь и сохранит Тебя! Да призовит на Тебя Господь светлым лицом Своим и помилует Тебя! Да обратит Господь лицо Своё на Тебя и даст Тебе мир! Во имя Иисуса Христа благословляю вас, братья и сёстры, благословляю именем сладчайшего нашего Господа Иисуса Христа, именем Искупителя нашего. И ни в ком другом нет спасения. Знаете об этом, да? Что Иисус Христос это Тот, Кто за всех нас пролил Свою кровь. Иисус Христос это Тот, Кто пришёл в этот мир, чтобы спасти грешников, чтобы спасти всех нас. Тебя, меня, всех нас. Он один за всех. Знаете, да, вот это, как раньше говорили мы? Один за всех и все за одного. Вот это про Иисуса Христа, по сути. Что Он один за всех, один за всех нас пролил Свою кровь. Один за всех нас отдал Свою жизнь. И мы все поэтому за одного, за единого Господа нашего Иисуса Христа. И апостолы Христовы говорили очень правильно, что они верили и исповедовали это. Говорили, что ни в ком оно нет спасения. Ибо нет другого имени под небом, данного нам людям, которым надвижало бы нам спастись. Слава Искубителю всего рода человеческого! В воскресенье Христова, видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, Единому, безгрешному Тебе мы поклоняемся, Христос, И святое воскресенье Твое прославляем. Ибо Ты Бог наш, кроме Тебя иного не знаем, имя Твое прославляем. Придите все верные, поклонимся святому Христову воскресенью, Ибо пришла через крест радость всему миру. Всегда благословляя имя Господа. Поем о воскресенье Его распятие, Претерпев Он смертью смерть победил. Воскрес Иисус из мертвых, как Он и предсказал, Подарив нам жизнь вечную по великой Своей милости. Господь Иисус Христос, Он умер за нас, Он воскрес для нашего оправдания, И Он вновь грядет во славе судить живых и мертвых, И царства Его нет конца. Слава Иисусу Христу, Его именем святым. И мы приехали с Его именем, Его имя провозглашаем, Этим именем мы живем и побеждаем. Этим именем мы исцеляемся, да, и исцелены. Слава Богу. Поэтому молюсь за вас. Сегодня, вообще сегодня в утренней молитве, да, Сегодня в утренней молитве молились за вас, За всех за вас молились. Я мало кого помню по именам, Но Господь знает каждого из вас и каждую из вас. Бог знает ваши сердца, Он знает ваши нужды. И молились сегодня, моя супруга присоединялась тоже к эфиру в Туле, да, Из Казахстана присоединялись, с Израиля присоединялись, В общем-то, с разных стран, благодаря вот интернету, Благодаря тому, что в эфире молимся, присоединяются очень разные верующие, С разных народов, с разных стран. И вот я сказал, что еду, вот, Конора, Канары, да, И буду здесь проповедовать сегодня. И молились за всех вас, за всех бабушек, дедушек, говорит, Мы помолимся об исцелении во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благословит вас, верьте в Иисуса Христа, в Господа нашего. Вот мы сегодня пели хорошие песни такие прекрасные, Сейчас еще песня будет одна, да, вот, по гитару, слава Богу, да, вот, Татьяна, Валера, певчие, да, молодцы, слава Богу, трудятся. Господь да благословит их труд, и всех нас да благословит. Сергей, вот, да, сердце чистое, доброе, да, вот, открытое, молимся за вас. Молимся, и люди, получается, не только здесь присутствующие, Но и те, кто сегодня утром в эфире присоединялись, молились за вас, благословляли вас. Очень разные люди, с очень разными судьбами тоже. Очень много людей сегодня, да, действительно, да, любят Господа. Открывают свои сердца, молятся друг за друга, благословляют. Слава Господу. Я верю, что Бог касается ваших сердец, Бог касается ваших, да, тел, и дух, и душа, и тело. Всего человека Бог благословляет. Я расскажу сегодня кое-что, одну историю, притчи. Помните, да, слышали? Иисус Христос рассказывал, Он часто говорил, брал из жизни примеры какие-то, да. Иисус, Он рассказывал ученикам часто, то Он, допустим, сравнивал с огородом, с полем, да, сердца человеческие, то Он с рыбой сравнивал, да, вот, рыбаки, допустим, да, значит, вот, например, вытаскивают рыбку, да, вот. И получается, что много примеров Он брал из жизни этой, которую мы знаем. Но Он однажды рассказал, ну, не только однажды, но один раз это было прям очень сильно. Он рассказал из жизни, которая после этой жизни. Он рассказал пример, потому что Иисус Христос, это не просто учитель, не просто пророк, не просто, он, пришедший с неба, он знает все. И Он рассказал одну притчу, мы ее знаем как притча о богаче и Лазаре. Он рассказал про одного очень богатого человека, который каждый день пировал просто, пировал. И Он рассказал, что в этом же городе жил один бродяга, бедный, бомж, по сути, Никола Недвора, у него не было даже друзей, у него только собаки были друзья. Ну, часто бывает такое, да, что у человека только остается вот его друзья. Сын, описано, приходя, лизали струбья его, то есть, вот, как бы, помогали ему, вот, как-то облегчали его бытие. У него не было друзей-людей, и Он написано, ну, понятно, питался чем попало, как говорится, из ведра, но Он мечтал напитаться теми остатками, которые были со стола вот этого богача. Но там не написано, что ему давали это кушать, но Он мечтал там попитаться. Видимо, те пищевые отходы, которые со стола были этого богача, там, видимо, другие, как бы, кормились, тоже люди бедные. Но, как бы, таких, как Он, не допускали даже туда. То есть, Он ел объедки не с богатых столов, а с бедных столов. То есть, одним словом, Его мало кто знал, но Бог Его знал. Самое интересное, мы не знаем все Его биографии, Иисус не рассказал подробно, как бы, да, но Он сказал, что, да, этот человек был по имени Лазарь. А богача, самое интересное, Бог не знал по имени. Бог некоторых не хочет знать людей. К сожалению, да, люди, когда закрываются от Бога и от людей, то они, как бы, вот, погибают. И вот, этот богач, он погиб. Не только на земле, там он умер, это понятно. Написано, похоронили Его. И в аде, будучи в муках, то есть, Он после смерти испытал настолько страшное. Ну, я еще думаю, почему еще Иисус не назвал Его имени. Ведь Бог-то знал все-таки Его по имени. Иисус мог бы назвать Его по имени. Но я поназреваю, что среди слушателей могли узнать, как бы, об этом человеке. Вот. И интересно, Он просил, этот человек богач, этот в муках, будучи в аду, Он просил Авраама, Он увидел кое-что, Он увидел Авраама, Отца нашего. Он увидел Лазаря, Он узнал. Там, в этой реальности божественной, там все друг друга знают. Там все, там бесполезно что-то прятать вообще. Там мы друг друга всех облупленных знаем. Просто всю подноготную, все знаем. И Он узнал, хотя при жизни вряд ли Он интересовался именем этого бомжа. Вот. Но Он узнал, что это Лазарь. Он узнал, что, да, этот Авраам, хотя Он никогда не видел там фотографии Авраама, картины Авраама. Но Он узнал, в этой реальности божественной, там сразу все знаешь, что и почем. Кто есть кто. И Он взмолился. Он попросил, да, кое о чем. И, среди прочего, Он попросил, чтобы, если... Ну, Он первое, чтобы просил, хотя бы немножечко воды. Хотя бы немножечко. Вот, даже не сбрызгал тех, а даже с кончика пальца этого бомжа. На язык ему. То есть, Он даже не осмелился просить там стакан воды или бутылку воды. Просто капельку даже, капелюшечка воды для Него казалось верхом мечтаний. Но даже это было закрыто для Него. Потому что Авраам объяснил, что не переходят. Даже при всем желании моем, говорит, нельзя. Мы не можем переходить отсюда туда. Не переходим. Он понял это. Да, я думаю, и так понимал. Но, как бы, надеялся, может, на последний какой-то шанс. А затем Он сказал, отец Авраам, говорит, пожалуйста, пошли Лазаря. Он понимал, что Лазарь, раз на лоне Авраама, то он, значит, да, может Бог послать его все-таки, этого праведника. Хотя он был у Николани двора, но он был праведником. Он был на лоне Авраама. Мы не знаем всей его биографии. Но это был человек, которого бы знал Бог. И который знал Бога. И этот богач попросил, чтобы этот бывший бомж, этот праведник, чтобы он пришел в его дом. Потому что у него еще осталась семья. У него остались братья, которые вели такой же образ жизни. Которые не думали об окружающих, жили только в свое удовольствие. И которым тоже богач так понимал, как и ему суждено будет мучиться, страдать. В пламени сем, как он говорил. Страшное описание. Там немного описаний, но когда перечитываешь, там ужас охватывает просто. Так вот, и хотя шанс был все-таки послать Лазаря, но Авраам сказал интересную вещь такую. Он сказал этому богачу, слушай, говорит, если они Писания не слушают, если они Моисея не слушают, если они пророков не слушают, если они закрываются для Слова Божьего, даже если кто из мертвых сейчас воскреснет, как вот Лазарь, допустим, они все мне поверят. Вообще, я к чему об этом сейчас рассказываю? Мы здесь на земле живем очень по-разному. А там, тем более, там вообще. И самое интересное, не зависит вообще от того, здесь ты богатый или бедный, умный или глупый, красивый или уродливый. Вообще, не зависит ни от чего. Бог смотрит на сердца человеческие. Ты можешь быть здесь очень успешным и состоявшимся человеком, жить в благословениях, но в вечности страдать в аду. Здесь можешь быть ни кола, ни двора, ни кто-то, и зовут тебя никак, и об тебя ноги вытирают. А там ты на лоне Авраама, в сердце Бога. Бог не смотрит на твою национальность, культуру, на что-то еще, на то, что люди обращают внимание. Рясы, ризы. Бог смотрит на сердца человеческие. Пусть наши сердца, они откроются для Него. Пусть наши сердца будут открыты для Него. Пусть наши сердца всегда открываются для Его любви. Пусть наши сердца принимают Его. И тогда, и если густо, и если пусто, все равно слава Богу. А если без принятия любви, не на пользу ничто. Как в одной и той же песне поется. Я без Тебя ничего не могу и не хочу. Мы еще поем. Ничего не хочу. Господь да благословит всех нас. И сам Иисус Христос, Он пришел в этот мир, чтобы спасти грешников. Он пришел в этот мир, чтобы действительно, да, заплатить страшную цену, свою жизнь отдать. За Тебя, за меня, за всех нас. И сегодня всякий, кто призовет имя Господне, спасется. Сегодня есть путь, открытый путь на самом-то деле. Если тогда Он уже открывался, то сегодня, сейчас вообще Он открытый. Сам Иисус Христос. Поэтому, что бы ни случалось бы, что бы ни было бы в вашей жизни, не забывайте имя Иисус Христос и Иисус. Всегда, всегда повторяйте это имя. Иисус, 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 Иисус. Он один за всех нас отдал свою жизнь на самом деле. Он один за всех нас. И Он воскрес. И Он сейчас молится за всех нас. Между Богом и всеми-всеми-всеми людьми. Посредник. Великий первосвященник. Такой, как патриарх. Он как действительно первосвященник. Самый старший священник. И Он за всех молится. За весь мир. И со Своей кровью Он вошел пред Отцом, пред Богом. Поэтому мы часто молимся. Мы говорим, Бог, Отец Небесный, во имя Иисуса Христа. Почему так говорим? Потому что веруем, что Иисус Христос, Он за всех нас отдал свою жизнь. Что Он есть путь истинной жизни. Этот путь ведущий прямо в сердце Бога. Прямо в сердце нашего Небесного Отца. Бога, Святого Творца нашего, Который есть любовь, Который есть свет. Нет в Нем ничего плохого. Нет в Нем ничего темного. Нет в Нем никакой ни любви. Он есть любовь, Он есть свет. Слава Богу. И Божий Святой Дух сейчас здесь. Я верю в это. И сегодня утром, когда молились, я представлял вас. Мало кого вспоминаю по именам. Я не часто запоминаю имена. Но визуально. Я художник по своей специальности. Доцеполный. У меня как музыканты мыслив, допустим, звуками. Я мыслив образами. Живописный образ. Хотя портретами я мало занимался. Я больше пейзажным занимался, как художник. Но по старости у многих людей очень колоритные лица. Очень запоминаемые. Характерные лица. Характерные очень. Запоминаемые. И вот молился сегодня тоже утром как раз с братьями и сестрами. Вспоминая вас, благоставляя вас во имя Господне, во имя Иисуса Христа. Пусть Бог благоставит каждого из вас и каждую из вас. Молюсь и благоставляю вас. Аминь. Аминь. Спасибо. Слава Богу. И за каждого из вас помолимся. Сейчас мы, безусловно, помолимся. И, наверное, даже когда будем петь песню, да, Эдор? Вот как раз и помолимся вместе. И Сергею вместе помолимся. Слава Богу. Аминь. Аминь. Да. Да. Аминь. Аминь. Продолжение следует...